Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас второй заказ по 11 каталогу в Фаберли. Многие из вас, наверное, так же, как и я, получили в подарок от компании 300 рублей. И мне, конечно же, захотелось их потратить. Но сделать это было необходимо именно в 11 каталоге. И поэтому именно в последний день его действия я оформила небольшой заказик. И сейчас покажу вам его. Давайте начнем, наверное, с краски для волос. Потому что, наверняка, многие из вас уже, кто давно меня смотрит, заметили, что у меня другой цвет волос. Решила я, девчонки, на тон потемнее покраситься. И взяла свою любимую краску Эксперт, но в оттеночке 7.1. Обычно на моих волосах вы наблюдали оттенок 8.1. Сейчас это 7.1 пепельный блондин. Я ожидала потемнее на тон. Но это явно не на тон. Я сейчас покажу вам поближе, как это выглядит. У меня сейчас здесь, в принципе, дневное освещение. И камера должна передавать так, как и положено. Вот такой вот у меня получился цвет. Ну, я не знаю. Если сравнить с пачкой, на пачке, да, конечно, посветлее. С учетом того, что я из блондинки красилась в этот цвет, то, может быть, он еще и подсмоется. Хотя, краска Эксперт известна нам тем, что она впечатывается в волосы. Ее вообще фиг смоешь, фиг вымоешь. Но посмотрим, посмотрим. Буду смотреть дальше. Вообще, мне нравится, конечно, благородство именно этого цвета. Пепельный оттенок. Очень красивый тон. Нереально. Но я хотела быть немножечко, ну, посветлее, может быть. Не знаю. Хотя и вот им я пока довольна. Похожу, посмотрю. Мне нравится. Вот сейчас я попробовала на заставочку уже сделать фотки, как они получаются, как я выгляжу с этим цветом волос. Мне нравится очень. Буду вам благодарна, если вы тоже напишите свои отзывы, как было лучше до или вот с таким цветом волос. А я все-таки подумываю, что, наверное, в следующий раз я возьму 8, 1 и 7, 1 и смешаю их пополам. Вот мне кажется, вот это будет действительно то, что я хотела. Хотя, еще раз повторю, этим оттенком волос я тоже очень довольна. Он очень красивый. Только что я вот покрасилась буквально час назад. Посушила волосы. Вот у меня пустая красочка. Так что вот так, девчонки, имейте в виду, как на волосах выглядит оттенок именно 7, 1 пепельный блондин. Блондин. Заметьте. И совет еще, когда краситесь, не пренебрегайте вот этими бальзамчиками, потому что именно благодаря им цветы запечатываются. Здесь в бальзамах очень много всего полезного. Я раньше, знаете, как покрашу волосы, а потом уже, когда смою свой любимый бальзам или маску наношу. Нет, не делайте так. Сейчас я мою голову перед покраской, на чистые волосы крашусь, смываю водой, наношу бальзам, смываю. И тогда цвет действительно держится очень долго. Но это для тех, кто не красится. Вот такой краска, это же эксперт. Она и так сама по себе держится очень долго. Замечательно. Так что бальзамчики вот эти не выбрасывайте и носите обязательно после покраски. Ну и все, девчонки, покраски. Очень жду ваши комментарии, отзывы. Расскажите тогда, как оно. А матовая помадка, давайте оставим ее напоследок. Очень жду ее, очень интересно. Еще в моем заказике, наконец-то, средство для чистки духовок и плит. Артикул его 111.19. Девчонки, забыла вам краски артикул сказать. 180.38. Фокус не хочет. Значит, средство для чистки духовок и плит. Кто давно в Фаберлик, пробовали однозначно. Потому что оно удаляет любую грязь с любых поверхностей. Я чищу им кастрюли, сковородки, микроволновки, духовку, плиту. Да все, что угодно. И из уже таких, скажем, кастрюли, сковород, которые бы на выброс, прям можно сделать новые с помощью вот этого средства. У меня есть видео, где я проводила тест-обзор. Я вам ссылочки, не ссылочки, точнее, а подсказочки в уголочке оставлю. Пройдете, посмотрите. Оно потрясающее. По запаху, девчонки, у него практически нет химозного запаха. Я бы даже сказала, здесь легкий цветочный аромат. Не нужен респиратор. Я им даже, кстати, без перчаток работаю. И ничего с моими руками не случается. Поэтому очень вам советую, кто заказывает Фаберлик, обязательно попробуйте это средство. Его надолго хватает, оно концентрировано, оно все очищает. Вы выбросите абсолютно все свои чистящие и перейдете на это. Я вам гарантирую. Уже кончился дезодорант, поэтому заказали ему Цельсиус. Ему нравится. Он пользуется уже им давно. Артикул 0529. Он достаточно хорошо справляется с функцией потоотделения. Это антипреспирант. Гарантирует защиту от пота и неприятного запаха на целый день. Без спирта, якобы, не раздражает кожу. Но аромат классный. Я как бы с ним уже знакома. Мужской хороший, здоровский аромат. По скидкам я, по-моему, его взяла вместе со скидкой консультанта. Рублей за 100, что ли, девчонки. У меня в заказике серия Проликсирна, которую я очень давно, девчонки, смотрю. У меня есть маска из этой серии гелевая. Она мне очень нравится. Она здорово увлажняет кожу. Ну, нравится. И у нее божественный аромат. Похож на Инкадесенс. Я поняла, на что он похож на Инкадесенс из Эйвен. Вообще классный аромат. Просто супер. Я вот смотрю на эту линейку, и вроде по возрасту она мне подходит. Почему бы не взять и не попробовать? Была акция при покупке дневного крема и крема для век. Там он шел за сколько-то, за сколько-то. Не помню, врать не буду. Посмотрите сами. Давайте начнем с дневного крема. Это 0726. Его артикул. Вот он. Я еще эту линейку только в маске пробовала исключительно. Поэтому не знаю даже. Здесь вот она запечатана, как кремчики для рук. Как у нас бывает такая заглушечка. Открываем. И дальше как бы он не фольгированный. Беленький. Вот так вот выглядит. На руки, девчонки, мои внимания не обращайте. Я только что с дачи. Помидоры, огурцы, картошка и так далее. Так, по запаху. Кстати, нет такого ярко выраженного аромата, как в маске. Сейчас я вам покажу, как он разносится. Вот он, крем. Так, девчонки, смотрите. Вот так он разносится. Сейчас посмотрим. Но есть у него все равно эта отдушка, слава богу, которая мне очень нравится. Похожая на аромат инкадесенс в Эвне. Ой, класс. Вообще мне так нравится. Вот он впитывается, девчонки. И рука становится матовой, что мне очень нравится. Вообще функция у нас гиалуроновой кислотой, я так понимаю, значит это у нас увлажнение. Эффективность клинически доказана. Гель глубоко увлажняющий крем с уникальным пептидным комплексом Пролексир С20 и гиалуроновой кислотой защищает кожу от обезвоживания, продлевает ее молодость. Ну вот увлажнение питания, да, должно быть у этого крема. Я вам хочу сказать, что он, ну вот, судя по руке, отвечает этим заявленным функциям, не жирня кожу, не создавая никакого липкого слоя. Очень комфортно. Я буду, конечно, тестить его на лице, прямо будет он у меня в активном применении сейчас, и уже попозже смогу вам дать полноценный отзыв, либо в пустых баночках, либо, если вам очень интересно, пишите комментарии, я вам расскажу через несколько дней в них. Дальше у нас с гиалуроновой кислотой идет крем для век. Артикул его 0723. И он у нас профилактика старения кожи. Защищает, смягчает, увлажняет хрупкую кожу век, сокращает мимические морщинки и темные круги под глазами, придавая взгляду сияние. Ну супер, девочки, прям вот. Значит, объем у него 15 миллилитров. Он у нас не фольгирован, не открыт, ничего. Ой, такой легенький, беленький. Вот он. Так, разносим. Он гораздо легче по текстуре, чем дневной крем, и при соприкосновении с кожей, знаете, превращается немножко такой вот тоник-водичку. Легенький крем, как и должен быть, но крем для век. С такой же классной отдушкой, супер. Так, он чуть-чуть подольше впитывается, чем дневной крем, как ни странно, но он более водянистый, может быть, поэтому. Тоже девчонки буду тестить, расскажу вам обязательно, как он ведет себя на коже век, поделюсь впечатлением. Значит, девчонки, давно смотрю на восстанавливающий активный спрей серии Actiology. Если вы его пробовали, у вас есть какие-то интересные лайфхаки по его применению, напишите, пожалуйста, мне очень интересно, потому что я знаю, у него есть много поклонников, стоит он как-то копейки, что-то я его тоже по акциям за 79 рублей, по-моему, взяла, или что-то вот легендарный кислород, восстанавливающий спрей. Так, здесь у нас тоже технология 4D Tudget, кислородные дроны, которые проникают в глубокие слои кожи. Мне интересно, вот вы как применяете в течение дня освежать лицо или под крем, то есть как тоник, или как закрепитель макияжа, или и перед, и после. Давайте сначала заценим отдушку. Пахнет, как и все, в принципе, серии Actiology, легкая такая косметическая отдушка, не очень сильно выраженная. Способ применения. Распылите на лицо или тело на расстоянии 25-30 сантиметров, используйте перед нанесением крема, маски или сыворотки. Вот оно как усиливает действие. Можно распылять поверх макияжа. Все поняла, короче, как душе угодно. Кстати, он мне пришел свеженький, июнь 2019 года. Артикул его 0256. И я хочу его уже честно потестить. У нас сегодня жарко, прямо освежилось бы с радостью еще и легендарным кислородом. Ну, 25-30 сантиметров выдержала, наверное. Ну, приятненько. Распылитель, кстати, мелкий. Не то, что там вам струей бьет в лицо. Мелкий, хороший распылитель. И на коже. Здорово. У меня тут зеркальце есть с собой. Ну, кстати, кожу не жирнит. Никакого жирного блеска не придает. Я бы даже, наоборот, сказала, немножечко матирует. Не, приятно. Буду тоже тестить. Если понравится, конечно, буду однозначно брать еще на лето. А лето у нас только настало в средней полосе России. Вообще здорово. Ну, и самое время перейти к мицеллярной воде, чтобы снять свою помаду и показать вам матовую новую. Я заказала две водички Вербена, на которые я тоже очень давно смотрю. И слышала тоже и положительные, отрицательные отзывы. Она у нас тоже была по акции. Там вся серия по акции. При покупке двух продуктов шли желтые ценники. Серия Вербена. Мицеллярная вода. Дня слить и макияж для всех типов кожи против семи возрастных изменений. Буду тестить. В этом, конечно, сомневаюсь про семи возрастных изменений. Но, тем не менее, артикул ее 0831. Сейчас попробуем оценить аромат. А, ну, как и писали многие девочки, он пахнет таким, я не знаю, лимонником, лаймом даже. Вот что-то такое здорово. Я люблю этот аромат в косметике, освежающий. Так, сейчас, девчонки, я эту водичку за одной протестирую. Мы снимем макияж с моих губ. У меня здесь довольно стойкая помада. Лориалевская. Ну, снял хорошо. Помадка вся осталась на ватном диске. Ммм, запах классный, вообще супер. Мне нравится. Понимаю теперь поклонников Вербены. Так. Ну, все, девчонки, губы очистила. Мицеллярную воду буду, конечно, тестить дальше. Мне интересно, щиплет ли она глаза или нет. Потому что пока что из всех мицеллярных вод Фаберлик не щиплет глаза. Лично мне только из серии Эксперт с красным крестиком. Но она не очень бюджетная. Она стоит 200 с чем-то рублей. Редко-редко по скидкам бывает за 199. Поэтому я пробую остальные другие. Вот посмотрим, как поведет себя Вербена. Флакончики маленькие. Думаю, очень скоро. 110 миллилитров, кстати, всего. Очень скоро в пустых баночках я оставлю вам свой полноценный отзыв на этот продукт. Ну и последний, девчонки, продукт в этом заказе. Это матовая губная помада Первая Леди. Очень мне интересно было ее затестить. Сейчас откроем, посмотрим оттеночек. Так, у меня оттенок 440-49. Сейчас я посмотрю, как он. Невчонки в чеке нет, но я заказывала, помню, но не какой-то нюд, не очень яркий оттенок. Нравится мне дизайн. У меня есть и полуматовая помада из этой серии. Такой красивый, очень дизайн. Вообще супер. Зеркальце вот у нас здесь. Так, значит, открываем мы ее щелчком. Вот она у нас. Ой, класс. Супер. Мне кажется, это что-то про персик было. Вот какой-то нюд такой персик. Мы сейчас будем красить губы, делать свочи. Так, на губах. Ой, девчонки, а помада моя не стерлась. Вот, теперь все. Слабенькая мицеллярочка. Так, пробуем нанести на губы. Слушайте, какой классный оттенок. Да, это, по идее, должен быть какой-то персик. В общем, 440-49. Это то, что я хотела. Девчонки, это класс. Я уже вижу. Кстати, не очень плотное нанесение. Смотрите, сколько я вожу, да, чтобы был пигмент хорошо виден. Супер. Вообще, или карамельный, что ли, это какой-то оттенок в каталоге называется. Ну, цвет вообще шикарный. Вот, вот такой я хотела. У меня много нюдовых помад в розовый оттенок, в сиреневый, а вот именно такой нет. Сейчас я вам сделаю своч. Так. Сделаю своч с одного раза и рядышком поплотнее. На руке, кстати, она почему-то в розовый идет. Я не знаю, почему. Смотрите. А на губах она идет в такой нежный персиковый. Знаете, с таким слегка светло-коралловым подтоном, что ли. Сейчас я вам попробую показать все это дело поближе и на солнышке. Смотрите, девчонки, вот при естественном освещении, как выглядит помадка. Вот так. Я цветом довольна на все сто. И под этот цвет волос, мне кажется, ну, вообще класс. Просто. Еще раз покажу вам свочи. Вот это, получается, один раз я провела, это несколько. И вот в стике. Как она выглядит. Девчонки, вот своч. Но почему-то реально она вот, ну, розовее на руке. Я не знаю, с чем это связано. А вот, ну, как бы, как она выглядит в стике. Вот. Ну, супер. Не, я в восторге. В диком. И, кстати, вот этот матовый финиш, он действительно матовый. И никак в дешевых, знаете, помадах такой липкий или еще что-то. Блин, у меня вот здесь теперь от ватного диска кусочки. Вообще никакой липкости, естественно, ничего нет. Она довольно питательная. Это не та история, вот знаете, как с Алиэкспресс помадки, когда губы засохли и все их с места не сдвинешь. Она, естественно, не стойкая. Она кремовая. Но у нее все равно, несмотря ни на что, матовый финиш. Я вообще, конечно, в диком восторге. Я буду по-любому из этой линейки брать еще какой-нибудь оттеночек однозначно. Супер. Она питательная, она кремовая и в то же время матовый финиш. Вообще здорово. Я вам советую, девчонки, попробовать. Люксовые помады Фаберлик. Это отдельная история. То, что вот бывает у нас по распродажам за 129 рублей, там за 149 рублей и так далее, в черных флакончиках. Это бюджетный вариант и качество у него бюджетное. Но вот эти помадки, которые, в принципе, за нормальную цену тоже можно взять, там за 200 с чем-то рублей со скидкой консультанта, они действительно стоят внимания. У них качество другое, у них другое покрытие. Ну, не знаю. Я в восторге. Ну и на этом все, девчонки. Вот такой был у меня дополнительный заказ по 11 каталогу. Уж соблазнила меня компания скидкой в 300 рублей. Надеюсь, вам понравился. Мой заказик был вам полезен. Если это так, обязательно ставьте лайк. Не забывайте писать комментарии, выражать свое мнение. Мне всегда очень интересно. Жду отзыв на волосы. Ну и на этом все. Пока-пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok